сколько раз не объясняешь ребенку ничего не помогает что делать действительно маленькие дети часто не понимают почему одна из причин того что взрослые пользуются взрослыми словами то есть надо понять на секунду если мы говорим такими словами которые может ребенок понять или родители говорят очень быстро да родители привыкли говорить очень быстро со скоростью который ребенок не понимает ибо они говорят очень много то есть такой поток информации который обращен к ребенку только в этой информации в требовательной форме представьте себя на месте маленького ребенка вы стоите перед великаном который открыл рот и обрушил на вас какую-то лавину требований вы сможете сориентироваться в этом что может быть не на вашем родном языке на языке который вы начали учить но еще не совершенстве владеете скажем вы может быть и три года пытаетесь его учить с разными успехами то лучше то хуже вы понимаете да и вдруг этот великан на вас это обрушивает конечно ребенок не понимает сама сама ситуация она вводит в какой-то ступор и и родители замечают что он на них смотрится на пустыми глазами он как бы от внутренней отключился перестал информации родители еще больше раздражает начинает кричать ты меня не слушаешь и так далее что еще происходит родители и не со зла конечно не со зла но в родители привыкли говорить маленький ребенком также как они разговаривают со взрослым то есть говорить ребенку давай мы говорим ребенку а с ребенком надо говорить с ребенком то есть не говорить ему а говорить с ним то есть если вы хотите донести до него какую-то информацию она должна быть краткая она должна быть очень простым языком она должна быть достаточно медленно она должна быть начинаться с того что вы привлечете к себе внимание ребенка то есть если он занят башни и он на эту башню ставит кубики и кубики очень не не стоят неустойчиво да то есть ему постоянно нужно стараться чтобы кубик не рухнул и башня не развалилась то есть его концентрация сто процентов там тут приходит мама и говорит почему ты все время тра-та-та бросаешь свои ботинки когда приходишь и так далее да очень сложно ожидать от ребенка да даже и взрослого если он занят очень увлекательным делом чтобы он услышал какой-то шум который к тому же в очень требовательной форме безалипиционной и быстрым потоком то есть надо говорить с ребенком тогда когда он готов это услышать установить с ним контакт привлечь его внимание говорить медленно понятными словами и с ребенком не ему а с ним а а а а а а а